всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто будет смотреть это видео мне на сообщение вконтакте дмитрий сбросил пост который он опубликовался на странице он о мусульманстве христианстве у меня есть уже один ролик о том что некий человек тоже написал комментарий что какой я христолюб ну и такие как я что мусульмане больше христолюбцы на этот комментарий я тогда ответил у меня есть на это ролик кому интересно ссылку я дам в описании и в первом закрепленном комментарии если забуду напишите в коменте я точно дам тогда им и и лично кто напишет и в закрепленном комментарии и в описании я в общем то в конце еще раз обращусь к этому ролику в общем то его даже будет правильный прослушать не до этого видео а после потому что но я дмитрий отписался сбросил опять этот ролик он сказал что он смотрел конечно же я ну так более так скажем в читавшись пост понял что немножко другой и даже интересно будет на него мне дать свой ответ я не стал там дублировать картинку там простая картинка ничего особенного ну а пост вот весь текст я сделал скриншот он у вас на экране и давайте последовательно почитаем поговорим я у дмитрия смаз спросил потому что этот пост мог опубликовать как мусульманин так и христианин чтобы тыкнуть своих нерадивых христиан я его спросил я кто это вообще постит ты знаешь автор или нет но он вроде написал что это мусульманин ну мы в принципе с вами рассмотрим два варианта что это мог сделать такой пост и мусульманин и христианин давайте вычитать он у вас на экране кто является последователем иисуса мусульмане или христиане такое заглавие поста идут перечисления чтобы показать весь пост он и я я все-таки скажу кратко презентую заодно тот ролик который уже дал вам ссылку на него еще в конце да там человек оппозиционировал и я там дал ответ что иса которого мусульмане почитают якобы за иисуса это не одно и то же что иисус христос и и в принципе в такую-то скажем оппозиционную такую свою основную мысль я конечно же я большой ролик записал но довел все к простой речи иисуса христа на прощальном ужине иисуса перед распятием со своими учениками который он сказал что кто любит меня а тот человек утверждал что он больше любит иисуса чем все христиане и мусульмане вообще в частности да я сказал что если вы любите христа и как он сам сказал кто любит меня тот исполняет заповеди мои и объяснил что ну постарался объяснить этому человеку ему подобным что в мусульманстве в коране несколько ссылок кто знает на ису поэтому не зря его так и специально так называю именем как раз мусульманским чтобы было разделение я тогда дал понять что ваш иса иисус это разные вещи хоть вы как бы говорите об одном человеке но то описание или то кого под этим именем представляете это не одно и то же кем он был на самом деле вот и все но что если ты любил иисуса ты бы исполнял его заповеди а его заповеди и заповеди корана это земля и небо это противоположные вещи потому что сейчас кстати из этого поста мы тоже это увидим ведь все мусульманство состоит на ветхом завете иисус противопоставлял свое учение учению ветхого завета вы все прекрасно знаете вам сказано люби ближний навить врага своего а я говорю вам любить врагов ваших вам сказано око за око зуб за зуб а я говорю вам не против все злом и вы все это все прекрасно помните здесь немножко по-другому здесь я почему у дмитрия поинтересовался а кто все-таки автор поста все-таки это важно ну давайте все-таки по большей части будем думать что это был мусульманин так как дмитрий мне так написал что это некий муслим мусульманин но не будем забывать что можно и оперировать что это христианин и в общем то это будет даже сразу так правильно разобрать оба варианта и здесь уже ну если с христианином здесь очень просто все я сейчас хочу рассказать мусульманин если этот пост пишет мусульманин я кстати даже не помню тот кто мне задавала не тоже не помню он все никак не позиционировал тот комментатор под тем моим видео на которой я под неким моим видео на который потом я дал ответ видео было не мусульманстве но так не человек написал глядя на меня да может быть я что-то затрагивал там но я редко говорю о мусульманстве это в принципе вот таких из крупных роликов которых я так и называю да это 2 2 видео моем как как вегана христианина и он тогда не позиционировал себя я даже не знаю автор в концовке мусульманин или нет я даже честно уже точно не помню конечно же комментарий я там больше люблю мусульманина ли как он там сал посмотрев ролик на который даю ссылку все узнаете но здесь человек как бы пытается уже оперировать не корану до в котором изображен исса якобы иисус а он оперирует классическим евангелем которые доступны всем христианам я надеюсь вы я специально делаю такое предисловие что все было понятно сейчас как вы видите под ну точками под пунктами неважно 1 2 3 4 5 или они просто точками с новой строчки с пробелом иду да то есть мы видим как сейчас этот некий человек сначала будем читать считать что это мусульманс христианин все понятно узнает евангелие мусульмане кстати в том ролике рел естественно не знают евангелие никогда в жизни он читались и вот такой как я христианин читал коран целиком то спросите любого мусульманина христианин ты не знает конечно и евангелие многишнее про всю библию уж не говоря про коран там да это редкость чтобы кто-то так такие люди были те же самые мусульмане это редко кто какой мусульманин читал в своей жизни там хотя бы евангелие может быть новый завет может быть всю библию это наверное один на миллион такой человек вот этот автор себя позиционирует либо как знаток евангелия ну хотя бы чтец до какой-то либо ему кто-то грубое рассказывал либо что-то слышал в краткой предсказе но он достаточно иногда точно попадает быть уверенным читает он нет я не могу сказать я так предполагаю с чьих-то слов или сам действительно прочел просто по некоторым вариантом сейчас скажу вы поймете почему я так выражаюсь приступаем к чтению пунктов то есть он перечисляет я еще раз и еще еще кое-что скажу то есть автор этого поста перечисляет дела иисуса дела внешность то есть он показывает какие-то явные вещи уже смыслю что это делает мусульманин но не делает христианин и поэтому ну и в итоге его подвести как видите здесь есть название итог подвести итог он подведет но хочет тому что мусульмане больше христиане чем сами христиане а может и являются христианами в отличие от христиан да то есть каково название вопрос вы видите заглавие этого поста кто является последователем иисуса последовательным учеником христианином это одно и то же слово, мы знаем, кто христианин, или мусульмане, кто являются. И в конце он отвечает, что, естественно, мусульмане, перечислив некие дела, поступки, внешность, все, что связано с Иисусом из так называемых, вроде бы, как он, я не знаю, откуда он все это брал, мы сейчас дойдем до этого, информацию, может, он еще какую пользовался. Но я предполагаю, некоторые вещи, я сразу говорю, что он пользовался, конечно же, ну, как минимум, простыми четырьмя каноническими всем известным Евангелиям, доступным каждому христианину, да и каждому человеку на земле, если секты их не зажимают. Первое, и мы теперь по полочкам с вами разбираем. Кто напишет тайм-кодом, мое искреннее, братское, благодарю. Их будет писать очень легко и понятно. В принципе, название уже есть, если хотите что-то добавить после законченной мысли, пожалуйста. Ну, в принципе, название к тайм-кодам вы можете взять вот эти вот тезисы, их можно так озаглавить, тезисы этого автора. Тезис номер один. Иисус молился по Даниц пред Богом. Вы знаете, кто я такой, да? Я христианин, 10 лет, я знаю Евангелие достаточно дословно, хотя в последние несколько лет я его практически не читаю. Я опровергну этот тезис. Я опровергну его на том основании, что автор, даже если он читал Евангелие, он не сможет доказать и убедить нас, что Иисус всегда, всегда, заметьте, потому что мусульмане, я не буду это видео снабжать картинки, им кто знает, это живая запись, я не монтирую ролики, я пишу их в живом формате. Мусульмане молятся только на коленях. Молятся со снятыми обувью, да, в синагогу, в своих мечетях там или еще где. Ну, по сути, для меня синагога и мечеть – это одно и то же. Чем она, кстати, не только для меня, для истинных Детей Света, по их познанию, она таким и является. Вот этот автор, разве сможет из Евангелия утверждать, что Иисус всегда молился по даниц пред Богом? Нет. Единственный раз, где Иисус молился по даниц пред Богом, я подсказываю даже автору или всем мусульманам, которые можно действительно найти в Евангелии, это когда вот о том прощальном ужине я сегодня уже вспоминал, и после этого прощального ужина, я перескажу Евангелие из «Одно для мусульмань», они идут ночью, уже поздной ночью, мимо Гефсиманского сада, и там Иисус знает, что уже там его будут арестовывать, туда приведет его противников, полицейских, всех этих негодных людей, Иуда, один из его учеников, предавших его. И там именно Иисус. Единственное место, где мы видим, реально описывается, что Иисус, во-первых, от усталости, во-вторых, от страха. Иисус знает, что ему предстоит, он уже об этом сказал своим ученикам на прощальном ужине, что ему предстоит и какой ужас. И действительно, как и любой человек, знаете, в каких-то ужасных, Иисусу предстоит ужасное несколько суток. Его арестуют, его будут бить нещадно, над ним будут ругаться, хулить, издеваться, поносить, клеветать, обижать, избивать, оплевывать, облевывать. Все это будет с ним делать. Будет делать на протяжении достаточно долгого времени. В оконцовке его все это будет нещадно судить. Его судят дважды. Ему предстоит первое осуждение и казнь, бичевание, и второе распятие на кресте. При этом сам этот крест он будет нести он лично. Причем он будет избит и изнеможден до того, что он даже не сможет его нести. Ему будет помогать некий Симон Искариот, которого мы знаем из... Не Искариот, а некий Симон, ну помните, да, там забыл, как его, так скажем, имя отца, да. Этот некий будет ему помогать, да, человек. Конечно же, в такие моменты, когда человеку так плохо, когда человеку предстоят ужасные события в жизни, о которых тем более он явно или догадывается, там не только на колени упадешь и взмолишься Богу. Этот поступок Иисуса не может нам говорить человека, находящегося на грани просто, ну, изнеможения, на грани трепета и страха, как он сам молился. Иисус – это одна из таких его горячих молитв, как и всех нас, когда нам предстоят просто ужасные пытки. Написано, он ужасался и тосковал. Да, человека трясет, человеку страшно. Несмотря на то, что это Бог, явившийся во плоти, что исповедуют нормальные христиане, конечно же, он нам показал путь всякого человека, ибо человек и есть Боги. Поэтому в том, что Иисусу Богу было страшно, не удивительно, потому что мы образ и подобие Бога, раз нам страшно, значит страшный Бог, значит это нормально. Это не говорит о его только человечности. Иисус был Богом, явившимся во плоти, чтобы дать человеку истинный путь. Ибо он так о себе и сказал, «Я есть путь, истинная жизнь, истинный путь». Ну, разве повод этой молитвы, которую мы знаем, где Иисус действительно падал в истощении, в страхе, в ужасе, в трепести, в обессилие, в мандраже, от осознания только одного того, что ему предстоит, разве это повод утверждать, что Иисус всегда так молился? Нет. Сколько мы раз увидим, начнем с того же самого, что Иисус молился на этом же самом прощальном ужине с учениками. Иисус не раз благодарил Бога на протяжении всего Евангелия. Мы видим, как Он обращался к Богу с благодарностью. И Он не падал, ниц. Те моменты, где написано, что Иисус уходил в пустынные места и молился, мы понятия не имеем, как Он молился. Когда Иисус поднялся с учениками на так называемую гору, где Он преобразился пред ними, нам не написано, в какой позе Он молился. Нигде больше в Евангелии нет ни одного намека, что Иисус молился, падая ниц пред Богом. Я вам просто всегда хочу показать, как люди, что все эти тезисы, они очень легко разоблачаются, когда ты знаешь, о чем идет речь. И я хотел вам показать, как действительно извращение... Человек может это делать, конечно, несознательно, но может сознательно. Потому что утверждать, что ты на 100%, у тебя должно быть 100% гарантии. Ты нигде из Евангелия не найдешь, что Иисус что делал, так сам молился. Если бы автор этого поста знал Евангелие действительно очень хорошо, хотя бы умом, а плюс знание умом, без знания сердца, без жизни евангельской человеку, ничего не будет открываться, если он не будет потихонечку исполнять одну за одной заповедь Иисуса, которая, в принципе, в простоте, люби все его творение, то он бы знал, что Иисус говорил, что учитель, он все, о чем говорит, он сам делает. И все, что делает, впоследствии комментирует словами. Второй аргумент этому человеку, который якобы говорит, что Иисус молился, падая низ перед Богом, Иисус нигде, никогда не учил своих учеников, последователей, простой народ или фарисеев молиться Богу, падая перед ним низ. Нигде и никогда. Более того, мы прекрасно знаем случай, даже, наверное, мусульмане знают о христианской молитве, которую дал сам Иисус, которую называют Отче наш, который с этих, с одноименных слов, которые и начинаются. И почему-то странно, что Иисус там ничему такому подобному не научил. Это как контраргумент, разоблачающий этот тезис о том, что Иисус молился, падая низ пред Богом. Поэтому христиане точно так же в разные моменты могут молиться и упав прямо на землю. Да, когда у человека что-то страшное происходит, мы все готовы умолять не только на коленях, но и распластавшись на земле. Вот и все. Это никак не аргумент, что если мусульмане теперь по жизни молятся на коленях, там падают низ, бьются лбом, а пол, что это как-то уподабливает их Иисусу. Иисус это делал однократно, мы знаем из Евангелия. Как он делал в остальные времена, мы понятия не имеем. И он этому никогда не учил. Поэтому если вы делаете то, что вы хотите, а не то, чему учил Иисус, и я еще раз буду всегда напоминать, может быть, автор этого поста когда-нибудь меня услышит, что ли ему подобные. И дай Бог, чтобы христиане утвердились, которые, может быть, колеблются, Иисус на прощальном ужине сказал, кто любит меня, соблюдает слово Мои, Мои заповеди. Если вы соблюдаете свои заповеди, вы не последователи Иисуса. Иисус этому не учил. Поэтому этот аргумент в пользу мусульманинов, что они больше христиане, чем христиане, которые подражают как раз Иисусу и падают низ в какие-то особенные, причем именно страшные моменты своей жизни, никак не делает христиан меньшими христианами, чем мусульман, которые исполняют свою волю. Своё слово и свои собственные заповеди. Тезис номер два. Иисус в детстве был обрезан. И что дальше? Мусульмане обрезывают, всем известно, по завету Авраама. Христиане нет. Я буду разоблачать эти тезисы опять по двум направлениям. Что Иисус делал и чему учил. Иисус был обрезан. Иисус сам обрезался. Он обрезался в сознательном возрасте. Это был его поступок. Нет. Его обрезали. Еврейских мальчиков на восьмой день обрезали. Это человек сделал сознательный поступок? Нет. И фарисеи, распинавшие Иисуса, кричали ему упорно, доказывая, или он и так это знал, не знал, что они хотели Иисусу этим доказать, что они дети Авраама. Он им говорил, да, по плоти вы так. Но если бы вы были настоящими детьми Авраама, вы бы делали дела Авраама. Вот опять контраргумент к этому тезису. Если бы вы были последователями Иисуса, вы бы делали то, чему учил Иисус. Так что то, что сделали с Иисусом его родители, это никак не делает мусульман, обрезывающих точно так же своих мальчиков. А есть и девочки, кто знает мусульманское обрезание ужасное, где женщинам там половые губы обрезают. Этот ужас, который они придумали, античеловеческий просто. Разве Иисус? И второй, я всегда буду говорить этот контраргумент любому человеку. Если хотите ссылаться на Иисуса, на его слова, вы посмотрите его соответствие с делами. Ибо сам Иисус всегда говорил, что учитель, он учит тому, что делает, и делает то, чему сам учил. И если делает, сначала не говоря, то потом комментирует свои поступки. В этом все Евангелие. Таков был Иисус, такого все Евангелие. Где Иисус учил обрезаться? Ты, мусульманин, ответь мне. Ты последователь Иисуса? Последователь делает то, что делал его учитель. Иисус был восьмилетним ребеночком. Восьмидневным ребеночком. Он говорил тебе быть похожим на него поэтому? Только потому, что его родители обрезали, будучи евреями? Разве это? Разве, если бы ты знал христианство, разве из тех, кто были первыми, самыми первыми, наверное, ты согласишься с этим утверждением, что они были, так скажем, ну, лучшими, и они, как говорят, лучше всего апостола понимали Иисуса. Разве кто-нибудь из них проповедовал обрезание? А если бы автор этого послания почитал не только Евангелие, а еще послание одного из великих людей на земле, апостола Павла, он бы убедился, что Павел проповедовал, что обрезание не имеет никакого значения. Более того, он говорил, что те, кто проповедует обрезание в Иисусе, погрешают против истины. Потому что во Христе Иисусе ни обрезание, ни обрезание, ни мужеский, ни женский пол, ни еврей, ни иудей, ну, иудей, ладно, это почти еврей, так сказать, ни удей, ни грек, ни там римлянин, а все новое, товарь, во Христе. Ты знал об этом? Нет. Поэтому то, что вы опять хвалитесь, что вы обрезаны, а христиане не обрезаны, вы исполняете волю свою и волю Авраама. Вы дети Авраама, вы не последователи Иисуса, вы последователи Авраама и отцы. Иисус нигде не учил обрезывать своих учеников. Это нигде через их послание не дошло до христиан. С самых первых дней христианства, не считая вот именно лжеучителей, которых сами ученики Иисуса Христа, апостолы обличали за то, что они язычникам навязывали иудаизм, и ученики боролись с этим, и ты выставляешь это как достижение. Нет. Вы исполняете свою волю. Ничего в этом последовательности Иисуса нет. Последователи те, кто не обрезаются, потому что Иисус не проповедовал обрезание. И то, что Он уже был обрезан в детстве восьмидневным ребенком, это ничего не говорит в пользу того, что мы должны обрезаться. Третий тезис. Мать Иисуса была покрыта. Дева Мария. С чего взял вот этот человек, мне интересно. Я хорошо знаю Евангелие, кто еще раз не знает меня. Познакомьтесь со мной. У меня Библия целиком записана на другом моем канале. Не на этом, на котором смотрите эту проповедь, это видео, а на канале Христалю, Библия и иные писания. Можете найти его в интернете. Вы найдете всю Библию целиком. От первого стиха первой главы первой книги Бытие до последнего стиха, последней главы, последней книги Откровения. Даже есть апокрифы. Откуда человек этот взял, что Дева Марии была покрыта? Вы знаете, что, в принципе, христиане, что мусульмане очень любят конкретные ссылки на стихи. Вот, к сожалению, к сожалению, этот человек не удостоился дать конкретное место. А вы посмотрите на экран. Это же не все еще в тезисе. Смотрите, я поднимаю аккуратненько, сколько мы еще будем с вами читать. И смотрите, мы что видим. Что человек все-таки, когда надо, он ссылается на Евангелие. Прямо на Евангелие. На самое настоящее. Как вы думаете, почему здесь у человека нет этой ссылки никакой? Да потому что нет этого места. Вот так люди вводятся в заблуждение. Человек сам придумал и сам живет по своим заповедям. Вот так навязывается ложная святость. Кстати, в христианстве, в том числе, кто знает, я его всегда вечно псевдо-христианство в виде православия, католицизма, протестантизма и подобных, всех там разоблачаю. Разве человек дал ссылку? Он, кстати, мог бы утрудиться. Действительно, если он давал этот пост для мусульман, да пусть даже для христиан нерадивых. Дело христианин или даже мусульманин. Многие христиане даже не знают Евангелие. Но если уж ты почему-то ниже будешь делать точные ссылки на Евангелие, почему ты не сделал здесь? Да, Иисус действительно был обрезан. Я не стал это опровергать. Мне не нужны ссылки. Но с чего ты взял? У нас бы был с тобой дебат. У меня первая, как у христианина, достаточно дословно знающего Евангелие, был бы просто вопрос, слушай, а где ты это взял? Когда я знаю, откуда, да, у меня логически нет такого вопроса. Я знаю, что это было. А это откуда ты взял? Почему я должен отвечать на вопрос, который заведомо ложный? В каком месте из четырех канонейских Евангелий, да пусть даже из апокрифов ты это взял. Хорошо, ссылка на апокриф. Хотя христианин, кто знает, вправе вообще не признавать апокрифы, да? Где ссылка? Где ссылка, что Мария была покрыта? Нету такой ссылки. Стоит ли мне еще что-то говорить о покрытии головы? Я, кстати, не могу утверждать и доказать обратно, что Мария не была покрыта, но и человек не может этого доказать. Он, говоря о том, что Мария была покрыта, утверждает, что мусульмане все, особенно женщины, хорошие, потому что ходят с покрытым, потому что и она была покрыта. Ну, во-первых, как она была покрыта? Разве как мусульмане с одной прорезью для глаз? Неизвестно. Многие христианские женщины, будучи в разных сектах, в православных, даже в протестантизме, типа баптизма, там тоже все носят платочки, причем достаточно сильно завязанных. Пожалуйста, возьмите монахинь. Тоже есть в христианстве такой. Причем что у ортодоксальных, что у неортодоксальных сект. Да, ходят достаточно сильно за купленные. То, что это не все женщины, давно в мусульманстве, это тоже уже делают не все. Ну, где-нибудь, где жесткий шариат, да, где больше свободы, там уже спокойно этого могут не делать. Но мы говорим сейчас, ладно, не о людях, а обучении. Хорошо, где это? Я надеюсь, мы с этим разобрались вопросом. Пожалуйста, кто будет слышать это видео, смотреть мусульмане, христиане, если вы мне дадите в описании ссылки, я запишу еще один ролик. Вообще, пишите свои мысли, размышления, где я не прав, где вы найдете действительно... Меня проверните, пожалуйста. Кто захочет на подобные темы поговорить, устроить дебаты или просто беседу, разговор, я всегда жду вас в скайпе под запись. Можем поговорить, выложить все это в публичный доступ для назидания всем окружающим. Дальше. Тезис номер 4. Иисус носил бороду. Еще хлеще. Откуда взял этот человек? С чего человек взял, что Иисус носил бороду? Кто он? Где? Мусульманин или христианин? Где написано это в Евангелии? Было бы, конечно, хорошо, я говорю, к этому посту прежде сделать ссылку, на что вообще ссылается этот человек. Он на основании чего делает свой пост? Канонических Евангелий, всего Нового Завета, потому что Нового Завета могли что-то ученики сказать, да? Написать в своих посланиях, вспоминая Иисуса, на всю Библию, на все откровения, на какие-то апокрифы, на неканонические книги, на предание какой-нибудь секты православной, католической, протестантской. На каком основании? Ну, основание только одно. Секты, в которых считают и то, одна секта считает, что он был с бородой, другая, что, кстати, обе ортодоксальны. Возьмите католиков-протестантов. Посмотрите, как Иисуса Христа изображает католическая церковь. Всегда ли он с бородой? Ну, хорошо, даже если секты изображают, где в Евангелии, в Евангелии, вообще эти секты с чего взяли? Предание? Что такое предание? Я его сюда, вы знаете, называю бреданием. Бредание старцев. Иисус не раз укорял фарисеев, скажу, для этого человека и всем, кто слушает, конечно же, кто знает Евангелие, я имел в виду, конечно, еще из христиан, а может быть, даже и мусульман, что Иисус фарисеев укорял учителей закона, учителей народа за то, что они заповеди даже Божьи умудрились заменить на заповеди человеческие и на предание старичков. Уж чего говорить о таких мелочах, как внешность человека. Уж ее-то подменить, подрисовать, исказить за две тысячи лет не составит никакой с труда. На основании Евангелия этими же сектами, даже донесенного, где иконы, которые даже существуют, датируются максимум четвертым веком, максимум. Кто знает, это именно то время, когда церковь, так называемая церковь Христова, сдулась окончательно. Она стала просто слугой государя. Вот и все. Кто знает историю так называемой церкви Христовой, что с ней стало? Все, ее не стало существовать. Это стало просто одной из услуг государства. Вот и все. Поэтому на каком основании мы можем утверждать, что у Иисуса была борода? Кто это может утверждать? Иисус все делал против иудаизма. Как специально. Вот все делал не так, как они делали. Может, у нее и бороды не было? Я итог, конечно, не сейчас, а в конце подведу. Вообще, вы заметите, о чем тезисы идут? Вы заметили, о чем? Мы с вами прочитали уже четыре тезиса. Хоть что-нибудь есть связанное действительно о душе человека, о внутреннем мире человека, о доброте, о святости в настоящем ее понимании? Святость – это добро, любовь, радость, мир, кротость, смирение. Мы четыре тезиса прочитали. Вы чего-нибудь увидели о любви человека к человеку, потому что вся сущность человека, радость, мир, доброта, кротость, смирение, она проявляется в отношении к Божьему творению. Как-то. Вся сущность человека, она имеет внешнее проявление. Вот мы с вами четыре тезиса прочитали, а что-нибудь мы вообще о внутренней сущности человека узнали, о том, чем мусульмане лучше христиан пред Богом. Иисус творил добро. Иисус был смиренным и кротким. Иисус был сильным, любвеобильным, независимым, нечиславным, не гордым, не алчным. Разве не к этому он призывал своих последователей? Ну ладно, я закончу на этом, да? Сейчас, чтобы тирады не заводить, что человек, вот этот, если мусульманин, действительно прочитал Евангелие, и все вот это сам выбрал, вы знаете, он прочитал его просто зря. Он ничего из него, к сожалению, к сожалению, к очень глубочайшему, не понял. Следующий тезис. Иисус ночами не спал, молился. Еще одно заблуждение. Еще одно специальное или случайное искажение Евангелия. Никто понятия не имеет. Сколько Иисус? То, что Иисус написано, уходил в пустынные, уединенные. Места и молился. Нам не написано, что он всю ночь молился. Если Иисус молился, не спал, как он пишет и молился, а как он жил вообще? Он был обычным человеком. Он показал путь святой жизни обычного человека. Мне интересно, вот тот, кто пишет этот пост, и если он сам мусульманин, и все мусульмане, они вообще не спят? Ну и христианин, я говорю, у человека разные ситуации в жизни могут быть. Человек может действительно весь день промолиться, всю ночь, может сутки промолиться, может такой быть. в начальном этапе своего христианского пути, в последующие этапы, в тяжелой ситуации жизни, даже уже обросшийся динами, христианин может промолиться и всю ночь. В обращении к Богу, в какой-то нужде, в личном откровении, в молитве за кого-то. Может такое быть. Разве Иисус каждую ночь молился и не спал? А когда он спал? Может быть днем тогда? Человек, который этот пишет, вы знаете, я всегда укоряю псевдо-христианство в виде католиков, протестантов и православных за то, что они придумали какую-то воздушную, мифическую, фантазийную святость, которую невозможно никогда достигнуть. Там баек понапридумали, сказок про своих тоже псевдо-святых, которых может даже и не существовало никогда. И понапридумали кучи грехов, которых в принципе и не являются грехом. Да, носишь ты платочек или не носишь, борода твоя оказывается у мужика в святости и прочие-прочие бредни. Вот это из той же самой серии. Ну, потому что видно, что этот человек, конечно, далек от просвещения, от познания истины. Что Иисус, оказывается, не спал никогда. Потому что я могу добавить никогда. Или на что ты намекаешь? Если ты намекаешь, что это изредка было, это могут делать и христиане. И где у тебя доказательства, что у мусульман доказательства мне нужны именно практические, потому что в теории я тоже знаю мусульманство. Пусть и со стороны сам я его не стал практиковать, но теорию подизучал. Где у вас учение и практика неусыпальной молитвы каждую ночь. А с ней каждую, то я уже дал ответ, это могут делать и христиане. И мусульмане это делают, может быть, в такой же или в меньшей мере, чем христиане. Ты знать не знаешь. Ты не можешь взвесить на какой-то божественных весах всех мусульман и всех христиан и в частности каждого. Ты знать ничего, ни про кого не знаешь. Сколько каждый из нас молится и не спит. Я надеюсь на этот тезис. Ложный. Я тоже дал ответ. Тезис номер 6 у нас получается. Иисус не ел свинину. Я сам, кто знает, веган-христианин. Я утверждаю, что Иисус вообще не употреблял пищу, связанную с убоем и эксплуатацией животных. Но, к сожалению, то Евангелие, та благая весть, которая до нас дошла через призму оккупированных сект, оккупировавши истину сект, которые сами не входят и другим затворяют в виде православия, хитильзизма, протестантизма. Даже я, будучи веган-христианином, как раз исповедующим себя учеником и последователем Иисуса Христа, который подражает ему, да, не могу доказать даже христианам, что Иисус был веганом. На каком основании это утверждает, что Иисус не ел свинину? Где ссылки? Я не просто так показал, что дальше человек, я вот себя чуть-чуть подуменьшу специально, чтобы вы видели, что человек ссылается, когда ему удобно и угодно. Причем, кстати, сейчас мы следующий с вами тезис разберем. Он ссылается даже на Ветхий Завет. Он ссылается не на Коран, заметьте, который является интерпретацией, пересказом Ветхого Завета и удобной интерпретацией для других людей. По сути, мусульманцы это просто одна из сект иудаизма. Я надеюсь, кто меня слушает, понимает это, а мусульманин когда-нибудь признает это. Почему ты нигде не ссылаешься? На каком основании ты решил, что Иисус не ел свинину? Я бы рад был, если бы ты доказал, я бы даже тебя обнял и расцеловал бы это, чтобы христиане хотя бы перестали убивать животных. Но мы не можем этого доказать. Не можем. Евангелие в этом плане извратили так, что просто не докажешь. Просто не докажешь. И он не... ты тем более не докажешь, что он не ел эту свинину, если бы даже доказал, где-то был бы какой-нибудь намек, что он не ел ее по ветхозаветному Моисеевскому лживому, ложному, негодному правилу о том, что есть чистые и нечистые животные. Он сам-то чистый был. Иисус не употреблял трупов убитых животных и продукты, полученные путем эксплуатации несчастной, безжалостной, беззащитных животных только потому, что он Бог, абсолютно любовь и сотворивший все это творение. И не будет его мучить, убивать и призывать других это делать. А будет наоборот призывать, в себе давать пример и учить тому, что этого делать не надо. Я надеюсь, я достаточно ответил на этот вопрос. У кого сердце стремится к познанию, алчат и жаждет истины, он ее познает. окаменелое сердце будет пребывать во зле до упорства своего. Следующий тезис. Я уже номера не буду, а то я запутаюсь. Седьмой там. Иисус сделал омовение перед молитвой, что делали и набожные пророки. Дает ссылку на исход. Но то, что это делали пророки, у меня нет вопросов. А где, что это делал Иисус? Иисус, если ты невнимательно читал Евангелие, дорогой мой, мусульманин, я тебе напомню, расскажу точнее, да, хорошо, когда я не знал, да еще и забыл, я тебе расскажу, что Иисуса укоряли даже за то, что он ел неумытыми руками. Ел, не то, что молился. Чем вводил в гнев и раздражение вот этих вот, которых ты называешь последователей этих набожных пророков, которые говорили, как это он ест, и ученики его, не умывшись, неумытыми руками. Ты что-то путаешь. Где ссылки? У меня будет один вопрос. Где ссылки, во-первых, на Евангелие? Или еще на какие-нибудь источники? Если ты утверждаешь это, дай ссылки. Потому что ты делаешь, ты делаешь какого-то придуманного Иисуса, и это выдаешь за правду и сравниваешь с этой ложью. Но это не истина, это ложь. Ты сравниваешь с ложью и выдаешь, что вы правды, хотя если вы похожи как раз на ту ложь, которую ты показал, вы лживы, а правда те, кто подобны правде, где ссылки на все это, что Иисус перед молитвой творил какое-то омовение, что он был с бородой, что он не ел свинину, да еще и все это ради Моисеева закона. Где хоть одна ссылка прямая? Хоть на что-нибудь? Уж ладно, там будем разбираться, на что эта ссылка, достойна ли она вообще истины. Следующий тезис. Человек сам себя подставил. Вот сейчас идет ссылка на Матфея, на Евангелие от Матфея. До этого шла на Исход, то есть на Библию, не на Коран, на Библию. Это очень важно. Это человек ссылается на христианские якобы документы и книги. Так будь любезен, дай тогда все ссылки. Что это за пост такой? Я половина хочу, ссылаюсь, половина хочу, не ссылаюсь. Но я если бы Коран ссылался, я бы давал ссылки четкие на Коран. Где здесь ссылки на Коран? На библейские тексты? Ветхого и Нового Завета? Нет. Следующий тезис. Иисус постился непрерывно более месяца, подобно другим пророкам. Матфея, Лука, 4 главы, и там, и там, в Синоптических Евангелиях. Такие места есть в Евангелии. Но ты, дорогой мой, ошибся. В Евангелии даже авторами нигде не сказано, что Иисус постился. Это, наверное, удивят мои слова, потому что вы просто невнимательно читаете. Вы также вкушаете бредни сектантов и даже не пытаетесь, или вам тяжело, иногда тяжело. Я, кстати, если ты искренний, я понимаю, что ты мог просто ошибиться, потому что сектанты любят выдавать испытания, как и написано. Я сейчас цитирую дословно Евангелие. Испытания. Дух Святой после крещения повел Иисуса для испытания. Там можно по-разному перевести, но никак не пост. Там переводится испытание, искушение. Это синонимичные приблизительно слова. Но не поститься. Для испытания от дьявола. И там Иисус 40 дней не ел и не пил. Так что? Где вы 40 дней не едите и не пьете? Такого нет. Только потому, что ты приводишь аналогию с сектантским постом. Великий пост так называемый у православных и у католиков. И есть даже у протестантов. Иисус не постился 40 дней. Он не ел и не пил 40 дней и ночей. Один раз. Не каждый год. То, что ты видишь у бредних сектантов по бреданию старичков, и как Павел писал в Бабьих Бассен, это не Евангелие. Это не истина. Это не заповедь. Это не жизнь и не учение Иисуса Христа. Иисус нигде не постился 40 дней и нигде не учил поститься 40 дней и ночей. Иисус после крещения один раз был уведен Духом Святым в пустыню для испытания от дьявола. И он добровольно отказался от еды и питья. Я не буду сейчас целую лекцию уже для христиан говорить, почему бы каждому неплохо кое-что после крещения сделать. Об этом, кто читает со мной Евангелие, тот все уже знает. Я могу только дать отсылки на эти, раз вы хотите, Матфея 4, Луки 4, но желательно не выдирая из контекста, а всем я даю опять отсылку на свой другой канал под названием «Христолюб, Библия и иные писания». И там вы найдете всю Библию целиком, в частности эти Евангелия, в частности, естественно, эти моменты, где описано испытание Господа. Поэтому опять с чем-то сравнишь. Я опять каждый раз веду тезисом две мысли, о которых сам Иисус учил. Он делал и учил. И учил, и потом это исполнял. Иисус никогда не постился больше месяцев, как ты пишешь, и не учил этому делать своих последователей. Чьи опять заповеди вы исполняете? Вы поститесь подобно великому посту христианам. У вас есть ограничения определенные, есть сухие дни, есть мокрые, есть вообще отказ от пищи, они есть у христиан. И христиане разные. Есть так называемое монашество, еще у них там пожестче. И то, там есть отдельные люди, якобы некоторые святые, они могли делать такое подобное, что это конкретные люди. Учения такого нету. Учение сект ложное. Учение Иисуса таково, что он сам не постился, а в некоем испытании победил дьявол, отказавшись в том числе не только от всех благ мира, но и даже от хлеба насущного и воды. То же самое учение мусульман. А ты мне скажешь, что мусульман есть учение о том, что каждый год или как вы там, хоть раз в жизни кто-то у вас на 40 дней и ночей берет полный пост, как вы его называете, без еды и воды? Первое слышу. Надеюсь, ответил. Следующий тезис. Иисус учил своих учеников приветствовать друг друга по желаниям мира. Лука 10, Лука 24 глава. Ну и что? Иисус учил даже благословлять врагов. Слово благословлять, к сожалению, сектанты переврали, как всегда, превратили в глупость. У них благословить, это благословите, батюшка, на дурость, да, Господь благословит тебя. Слово благословить, это двусоставное слово, в нем нет ничего сложного. Благое, благо, это счастье. Слово. То есть, это слово, которое благословите, подарите счастье через слово. Это любое доброе слово. Я при встрече могу пожелать человеку здоровья. Ну, русским словом, здравствуйте тоже, здравия желаю, военные говорят. Здоровья тебе, мир тебе, брат. Привет, дорогой. Рад тебе, дорогой. Привет, братец. Привет, друг. Как дела, дружище? Дай Бог тебе всего на твоем пути. Прощай, братец. Будь благословен, будь здоров, будь счастлив. Любые благие слова. Поэтому, когда Иисус, приходя в мир, желайте блага. Он говорил и по-другому. Благословляйте. И что? Благословляйте более всеобъемлющий, более всеобъемлющая заповедь. Пожелать мира, это узкое добродетель, это узкое доброе дело. Пожелать мира, пожелать счастья, пожелать здоровья. Это узко, это дело, а заповедь благословлять. Заповедь последователя Иисуса, какая? Благословлять. Мир тебе, дорогой, счастья, радости, любви, добра, доберись до дома, что все у тебя доброго пути, счастливого пути, удачные там прогулки. Это любое благословение. Вот заповедь Иисуса. И ее настоящие ученики и последователи Иисуса исполняют. Благословляют всех вокруг. Доброе дело в виде сказания пожелания мира это лишь одно из добрых дел. Это не всеобъемлющая заповедь. вас заклинило на мир. Мир не может быть без добра. Вот и все. Я надеюсь, я ответил. Мне кажется, большего ответа чего еще добавить. христиане, я думаю, понимая всеобъемлющую заповедь, вы говорите каждый раз мирную, что христиане куча всяких добрых пожеланий делают людям вокруг. Я думаю, что христиане делают, настоящие христиане, делают больше, исполняют эту заповедь больше и всеобъемлюще и более пространно, чем мусульмане. желая друг другу только мира. А если ты говоришь, что они исполняют, а христиане нет, нет. Мир тебе дорогой, счастье, мира в душе тебе, чтобы все было хорошо. Будь спокоен. Это все пожелания добра, спокойствия, мир и спокойствие подобные слова. Ну, умный меня услышит, глупый пусть сам решает. Следующий тезис. Иисус не прелюбодействовал и воздержался от внебрачного контакта с женщинами. Ну, первое, что мне хочется сказать, мы не знаем, прелюбодействуем. Вернее, Иисус, я немножко неправильно хотел выразиться, Иисус не мог прелюбодействовать, потому что он не был женат. Прелюбодеяние это измена своему супругу, супруге, своему человеку, с которым ты вместе идешь по этому пути жизни. Иисус шел один, так скажем, в этом плане, во всем нам известном. Поэтому Иисус не мог прелюбодействовать. А то, что он воздерживался от внебрачного контакта с женщинами, я говорю, у него и послебрачного не было. Иисус это Бог пришедшего в платье, ему не нужно было ни с кем, ни на ком жениться. Ну и что? Знаете, то, что в мусульманстве, как и в иудаизме, люди живут просто под законом, и то, что в советское время, казалось бы, было меньше разводов, было меньше, как говорит, разврата, то это все было только потому, что все это было под законом. Кто знает, даже голубых сажали. Поэтому их было так мало, их было не видно. Якобы мало, точнее, я в кавычки беру это слово. Люди всегда одинаковые. Ну, в смысле, если уж они были тогда, они были всегда такие. Конечно, когда будет побивать камнями за прелюбодеяние, за блод, ну, видимо, общество будет казаться лучше. Ну и что, у вас за этой законы жестче. В христианстве, со времен Иисуса Христа, когда ему привели женщину, взятую прелюбодеяние, и по закону Моисеева должны были побить камнями, в грехе, который она на самом деле совершила, о чем Иисус сам потом подтвердил, он запретил ее осуждать на смерть и привести смертный приговор в действие. Вот тебе мой ответ. Вы же, особенно в радикальных направлениях, до сих пор не то что проповедуете, а практикуете побиение прелюбодействующих и блудящих камнями. Так кто из нас последователь Иисуса? Те, кто по завету Иисуса, по его примеру и его словам, которые после этого сказал, не осуждать никого, но впредь не грешить, он делал и учил. Так кто из нас исполняет заповеди Иисуса? Все мы, которые добровольно не прелюбодействуем и не блудим, и не побиваем никого камнями за эти грехи, или вы, которые из-под палки это не грешите, а мы, а христиане делают это добровольно, ничего не боясь, а тех, кто делает, вы побиваете камнями. Так кто больше последователь Иисуса? Я думаю, я ответил на этот вопрос. Это я к тому же... Еще, кстати, вот именно... Я просто немножко намека не понял на Иисуса. Иисус не был брачным человеком. Да, он не блудил, и что? На прелюбодействие какой намек? У вас что, все... Иисус был безбрачником. Ну что? У вас что, все безбрачные? По поводу блуда я уже тоже сказал. Следующий тезис. Иисус одевался скромно, не носил золота и роскошной одежды. Я с тобой, в принципе, твои слова, как говорят, да Бог в уши. Я не против. Но я всегда стараюсь аргументированно. Я вот, я знаете, вот я сам веган, я тоже говорю, да, еще раз скажу. Но я никогда не пытаюсь из Библии, потому что в Библии за веганство ничего нет. Кто выдирает даже из Библии что-то за веганство, вырывая стихи из контекста, я против этого. Я обличаю этих людей и эти тезисы, и эти утверждения, эти посты. Потому что я знаю, где они и кем сказаны, в каком контексте. Я не люблю, что если человека к истине, это не то, что я не люблю, это неправильно, человек тогда отвалится в концовке от этой истины. Если он придет к ней ложным путем, он узнает об этой лжи и отвалится. Человек должен прийти к истине праведным путем. Правильным. Конечно, Иисус действительно... Нет, о нем есть подобные фразы, из которых мы можем, мы понимаем, что он был, да, он сам из себя свидетельствовал, ученики его таким. В Евангелии есть описание, что Иисус одевался там в простую одежду, как бы, да, что мы видим, что там у него было сшито хитоны обычные, и не видим обратного, что было какие-то подчеркивания, что у него какие-то там брюлики есть. Да. И тут я соглашусь. Но опять же, да, кто прекрасно знает Евангелие, какого-то, знаете, такого, как описание в каком-то, вы знаете, художественном произведении, где внешности герою, какого-нибудь там, неважно, исторического, биографического произведения, романа, где героям любом и внешности героев уделяется достаточно такое серьезное внимание, да, в Евангелии этого почти нет. я с этим, конечно же, не спорю, мы по всему Евангелию, по общему контексту, если мы все собираем, да, мы это видим, потом по учению Иисуса, уж тем более, который там, да, но конкретно за одежды тоже, и, ну, то есть тут я, конечно, не опровергаю, просто мне хочется сказать, что тоже надо быть очень осторожным, я говорю, надо, я опять прижу к тому, что даже человек опять вот дает, ну, тут вы за мной можете опять не видеть, давайте я себя красиво еще чуть-чуть уменьшу, вот так вот, то есть вы видите, человек опять не дает никакие ссылки на на этот свой тезис, где конкретно ты понял, что он этого не делает, ты покажи любому христианину, что тогда он не прав, прежде чем утверждать, что потом вообще делать сравнение с Иисусом, я говорю, покажи настоящего Иисуса, откуда ты взял его такого настоящего, это очень важно, ну, и по поводу опять большего и меньшего, в учении, даже в сектантском зачастую, в православном, в католическом, протестантка, ты посмотришь, каких святых они там чествуют, чуть ли, которые там, тот же самый, креститель, там, в одной тряпочке ходил, непонятно в какой, да, из верблюжьего волоса, то есть, ну, учение Иисуса, конечно же, было в простоте, в простоте, в нестяжательстве, в неалочности, в любви к ближнему, о чем мы, конечно, закончим сегодня, о чем автор ни слова не сказал, да, вот, но опять же, кто как исполняет, какие христиане, все разные, а мусульмане все такие? Нет. И поэтому, даже если у вас учение, как говорится, тоже, а как Мухаммед ходил, а достоверны ли у вас источники, как ходил Мухаммед, Мухаммед, в отличие от Иисуса, был, лидером не только духовным, но и каким, цезарем, да, был главой, был воином, да, как он ходил, какие они богатства завоевывали, у Иисуса действительно ничего не было, а уж, что завоевывал Мухаммед, уж там богатство было, и уж как он одевался, я не знаю, я знаю красивую традицию, вроде как, если это правда, мусульмане, если будут смотреть этот ролик, не захотят меня разорвать еще до конца, да, то я знаю, что вроде как всех мусульман хоронят одинаково, там, чуть ли не в простом каком-то балахоне, там, или мешочки, как это, не знаю, погребальном, да, то есть без роскоши, без всяких, да, у христиан, тут, и то у псевдо-христиан, у псевдо-христиан, у этих сектантов, у католиков, протестантов, православных, да, там золотые гробы, может, то есть там, по денежкам, конечно, там все давно в деньги превратили, но это у сект, это не в учении Иисуса Христа, и такие, почему я, вы помните, с чего мы начали, что в принципе, это действительность, если даже христианин писал подобный пост, просто как всегда, в сторону христиан, обличая их там негодности, об этом делал сам Иисус, что они там, да, понадевались в дорогие одежды, фарисеи, книжники, учителя закона, а ничего из себя, внутри, как он говорил, гробы окрашены, снаружи украшены, даже тогда украшали, да, а внутри суть мертвичины, но об этом ты ничего нового не сказал, тут, опять же, учение, да, а уровень последовательности, надо рассматривать каждого христианина, ну, как ты можешь сказать, ну, я не ношу ничего, ну, что, вот ты говоришь, не носил золото и роскошные одежды, я тоже не ношу роскошные одежды, я вот сижу, если ты видел, при свете, в чем я сижу, в драном, в драной мастерке, которая уже лет, в семь, она даже не моя, мне досталось, да, обычные штаны, которые мне прислали, кстати, и майка тоже самая обычная, за 200 рублей, да, ну, что, им тоже нету и золота, вообще никаких драгоценностей я не ношу, да, так же, какие христиане, ну, посмотри на меня, с каким мы мусульмане, с таким же будем сравнивать, но мы наравне, поэтому тут я не соглашусь, я, насколько я знаю, а давай, вот арабский мир, это мусульмане, шейхи, там, по-моему, столько золота на пальцах, что весь престол божий, наверное, там разложен, я просто не пойму вообще, о чем речь, как у мусульманина поворачивается язык, говорить о, не знаю, роскошных одеждах и золоте, а шейхи арабских эмиратов, сколько стоит мне интересно его эта пранжа, простая пранжа, ты знаешь, я тебе открою тайну, может быть, или секрет, у попов, знаешь, знаешь, сколько обличения, да, патриарха стоит, а у шейхов, как бы внешне скромно эта тряпочка не казалась, там, как называется у вас это платье или балахон какой-то, я думаю, что он стоит миллионы долларов, они в хлам не одеваются, а уж, что там на руках и что там в доме, какие золотые унитазы, какие дворцы роскошные стоят, ну, что, что у них нету на пальцах ничего, а ты не читал, что Иисусу негде было голову преклонить, он вообще был против роскоши, как живут мусульманские шейхи, прям скромно живут, ну, это кому-то все рассказывать, я поэтому честно, по-моему, человек, писавший это, мусульманина, он сам себе на горло наступает, потому что мусульманство, против роскоши, я что-то, учение может быть, но опять тогда сравните людей, там все как обычно, кто там, там отдельное учение, мусульманское, как христианское, поэтому тут я не вижу смысла сравнивать мусульмана, опять с христианином, да, с правдивым Иисусом, здесь я согласен, хотя точной ссылки нет, и мы не можем знать точно, как даже Иисус одевался, выглядел, но, да, сравнивать мусульманина и христианина с этим, все разные, все разные, а учение действительно должно быть нестяжательным, следующий тезис, Иисус проповедовал единственность Бога, есть ссылки, как передано в первой заповеди, я сразу прочитаю два тезиса, мы, кстати, на этом и заканчиваем, Иисус объявлял себя человеком и пророком Бога, и заметьте, какая ссылка, 1.13.58 вам не видно? Ну, почти видно, я вот так себя на секундочку уберу, чтобы вы просто видели, ссылка не на христианские тексты, а на мусульманские, Иисус прямо себя назвал Богом, и никто таких дел, как Он, никогда в жизни не творил, Иисус ученикам Своим сказал, на той же прощальном ужине, о котором я сегодня уже неоднократно вспоминал, и каждому мусульманину, который хочет познать истину, рекомендую с этим, с Евангелем, и в частности с прощальным ужином, Иисус со Своими учениками познакомиться, ибо это апогей всего, ну, помимо жертвы Христовой, конечно же, деятельной любви, которую Он явил, о которой и учил, Он сказал Своим ученикам, хотя Он говорил об этом, как мы читаем, и всем в открытую, я и Отец одно. И когда один из учеников в очередной раз уже, перед арестом Иисуса, вот на этом прощальном ужине, некий Филипп спросил его, покажи нам Отца. Он укорил этого ученика, он сказал, Филипп, сколько времени я с вами, и ты не понял меня, ничего не понял, видевший меня, видел и Отца. Он не сказал, что сейчас невозможно увидеть, вы увидите его потом, на новой земле, на новом небе, да, или в Царстве Небесном. Иисус сказал, видевший меня, видел, если уже потом Иисус вознесся, или вообще, сейчас видит, или видел, или будет видеть, на новой земле, на новой небе, ибо там, светильником, и храмом, и солнцем, будет Иисус Христос, Бог во плоти. Поэтому ты просто не понимаешь Евангелие, ты не знаешь Иисуса, ты не слышишь Его слова, ты не Его последователь, именно поэтому ты не понимаешь Его речей, точно так же, как даже не понимали Его самые близкие ученики. Потому что они слушали, а делали мало. И мало поступали, так как поступал и учил Он. Поэтому то, что вы, мусульмане, насытесь, что вы чтите там, да, какого-то единого там Бога, которого вы не знаете, у которого нет ни плоти, ничего, да, которым только тупо молитесь, нет, Бог имеет плоть. Бога можно пощупать, потрогать, да. Он и всячески во всем, Он же имеет плоть, ибо Он такой же, как мы. Только это не мы, не Он такой же, как мы, а мы такие же, как Он. Мы Боги и дети Всевышнего всем, и мы созданы по Его образу и подобию. И Бог, явившийся во плоти, нас в этом людей убедил. Ну и зачитываем вывод. Давайте я опять себя чуть-чуть уберу. Выходит, что мусульманин является больше христианином, последователь Иисуса, чем сам христианин. Ну, естественно, как я вам уже показал, с этим тезисом я ни на грамм не согласен. Более того, я его постарался опровергнуть, показав вам истину и доказательство тому, что из того, что ты накопал, ничего не выходит. Выходит только через ту призму, которую ты показал, на того Христа, которого ты показал. А закончу я простой вещью. Я хочу, чтобы меня, конечно же, и христиане услышали. Как я сказал, в принципе, этот пост мог написать и религиозный христианин, закоснелый в Ветхом Завете и в современных сетках, которые являются прямыми наследницами иудаизма, православия, электилицизм, протестантизм. И мне хочется сказать, чтобы меня услышали мусульмане. Вот человек, допустим, это мусульманин, ну и того хуже, если это христианин, сделал такой пост. Тезисов, наверное, 15 набралось. Вы слышали что-нибудь о любви к Божьему творению, к человеку, животному, природе? Ничего. Пустой пост. Ноль. Ноль без палочки. Ничего. Пустота. Тьма. Я мусульманинам, да и христианам, которым горе, если они этого не понимают, хочу напомнить слова Иисуса. Иисус сказал, что всякая хула в мире, даже, даже, на Иисуса Христа, на самого Бога воплоти, простится. Не простится хула на Духа Святого, на Духа Истины, на саму Истину. Человек, сделавший этот пост, какую пользу он принес миру? Кого он чему доброму научил? Поклоняться невидимому Богу, падая вниз? Носить бороду? Замотаться по макушку женщине тряпочкой? Не носить золото, но иметь виллы, проходы, яхты, лимузины, как их неарабские шейхи, или как там сектантские лидеры, патриархи, папы и так далее? Ничего доброго. Иисус сказал, что кто соблюдает слово Мое, тот Мой ученик. И на этом же прощальном ужине, заметьте, я всегда к нему обращаюсь, Он сказал, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. И на этом он не закончил. Это очень важно, о чем действительно христиане, я бы тут с автором говорю, ну тут просто христиан в любом случае не мудрый, он просто религиозный, но я согласен, что христианам тыкнуть надо. Как я. Это очень важно, Иисус сказал вещи. Как я. Он и на этом ужине еще раз скажет, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Когда Петр начал говорить, что он пойдет за ним куда угодно, Иисус сказал ему, что он отречется от него. Иисус сказал, что я есть истина, путь и жизнь. Петр и другие ученики говорят, не знаем пути, он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Я пример для вас, он говорил постоянно. Перед этим, в начале еще ужина, когда ученики там выясняли, кто кому должен ноги умыть. Он омыло ноги, подав пример смирения и сказал, сейчас вы не понимаете, но потом поймете, что я делаю. Ибо я вам дал пример, чтобы и вы делали тоже. Вот в чем Евангелие, вот в чем суть учения Иисуса Христа, вот в чем вся суть Бога воплощения. не в жертве Христовой, как это любят там выдавать все сектанты, это лишь апогей деятельной любви, исполненной по своему уже учению, когда Иисус Христос учил любить врагов и исполнил эту заповедь в полноте, дав пример, как нам это делать. Он не искупал наши грехи, Он не заграждал нас от гнева Отца. Это все чушь и бред сектантов. Иисус, Бог явился в плоти для того, чтобы дать нам пример реальной святой жизни, доступной каждому человеку. И она в простоте, в любви ко всему Божьему творению. Чем и занимался Иисус? Чем занимался Мухаммед? Он много любви сотворил. Вся жизнь Иисуса пропитана, каждый его поступок, даже в тех Евангелиях, которые до нас дошли и описывают жизнь и учения Иисуса Христа, мы видим, как он постоянно, деятельно проявляет свою любовь к человеку. Что избыточную, так скажем, когда у него просят, что жертвенную, когда у него отнимают здоровье и даже жизнь. Психическое здоровье, когда его тоже поносили, унижали, оскорбляли, что телесное, когда его арестовали. Все мы это видим. Вот этот пост мусульмане, христиане, которые посмотрят этот ролик, рассудите между мной и автором этого поста. Кто вам принес больше пользы? Что вам даст такой пост? Вы станете лучше? Нет, вы станете Божьим слугой? Кто такие мусульмане, кто знает, что такое ислам? Это служители Бога. К сожалению, псевдо-христиане в основном тоже любят и поклоняются истинному Богу. На этом сконцентрировано все их псевдо-христианство. Но настоящая истина и путь святого человека это в любви к Божьему творению, ибо Бог себя проявляет всячески во всем, и любящий Божье творение любит самого невидимого, видимое проявление Бога во всем его проявлении любит невидимого Бога. Я об этом много говорю, много мог бы сейчас рассказать, да, опять, уже наезжая именно на христиан и не на мусульман, давайте на этом закончим, как они там любят только песни Иисусу петь, а где истинная жизнь в любви к Божьему творению, где она в делах, причем а не на словах. Ну, этот ролик мы посвящаем все-таки сравнению, так скажем, мусульманству и христианству, я надеюсь, для кого-то это было полезным, полезным слово и изменит кого-нибудь из вас к лучшему и вы начнете проявлять к Богу во всех его проявлениях больше любви, заботы, доброты. И на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok